Год нравственности, воспитания и культуры призван дать толчок, чтобы общество задумалось над существующими проблемами и пережитками, которые тормозят развитие страны и способствуют дроблению общества. Накануне прочитал информацию, что в одном селе Таласской области идет противостояние представителей двух родов. Но мы живем в 21 век, задумайтесь. На носу выборы президента. И чего нам стоит ожидать? Что в каждом селе начнут говорить, какой кандидат от какого рода? Какие процессы происходят во всем мире? Идет борьба за ресурсы, различные политические противостояния. А что происходит у нас? Делятся по родам и дерутся между собой? Это не есть хорошо, это безнравственно. Когда слышу подобное, мне становится обидно. Надо менять мышление. Присутствующие отметили, что трайбализм и регионализм в первую очередь существуют среди политиков. Так как кыргызское общество сильно политизировано, эти явления отражаются и на простых гражданах, становясь дополнительным фактором дробления и фрагментации общества. Перед выборами это, да, возможно, имеет место быть. Почему? Потому что каждая группа старается использовать все инструменты для того, чтобы прийти к определенным своим целям. В том числе и вопросы, скажем, регионализма, национализма, трайбализма, расизма и других видов разделения. Подобные хронические болезни общества обостряются перед важными политическими событиями в стране, подогреваются третьими силами. Сейчас этот процесс активно идет в виртуальном пространстве. Через социальные сети и фейковые аккаунты идет активное подстрекательство и попытки разжигания межэтнических, межрелигиозных противостояний, усиление региональных и клановых противоречий. Новый тренд или очередной метод раскачивания лодки – это нападение так называемых светских радикалов на верующую часть населения. Пример такой. Есть группа, которая называет, себя красиво называет за демократический светский Кыргызстан. Но в реальности, если мы посмотрим по их постам и так далее, они распространяют именно межконфессиональную ненависть, призывают через оскорбление чувств верующих, допустим. При этом себя называют демократами и свитскими. Или есть наоборот то же самое. То есть здесь очень опасно подстрекательство в интернет-пространстве. Война уже идет, ненависть сильнейшая. Наряду с преодолением фрагментации общества, которое может стать реальной угрозой национальной безопасности, нужно изживать и другие явления. Расточительство на свадьбах и похоронах бьет по бюджету семьи и способствует ухудшению ее экономического положения. Давайте начнем с малого. Уменьшим расходы на свадьбы и похороны. Молодежь сама против. Родители не могут найти 20 тысяч сомов на обучение ребенка. Но 20 баранов зарезать за один день на свадьбу они могут. Кроме того, нужно переломить тенденцию культивирования среди молодежи алчности, жажды наживы и агрессии. Идет подмен на ценности. Если ты работаешь где-то чиновником и у тебя есть возможность наживаться за счет других, ты успешный. И это образ успешного человека. Надо преодолеть это, надо донести до подрастающего поколения, что только образованием, профессионализмом и собственными усилиями можно достичь успеха. Геополитическое положение страны предполагает постоянные попытки вмешательства третьих сил во внутренние дела страны. Сегодня Кыргызстан как никогда подвергается активной атаке в информационном пространстве. Со всех сторон идет критика власти, госорганов, публикуется информация, дискредитирующая государственных лиц. Все делается для того, чтобы создать у кыргызстанцев иллюзию несостоятельности государства. Но каждый сознательный гражданин должен задать себе вопрос, кому это выгодно. И все станет на свои места. Нургуль Саматова, Тимур Садогалеев, Общественный Первый канал.